Продолжение следует... Если вы со смартфона, с телефона находитесь, то возможно, да, что-то будут проблемы со скачиванием, а может она вообще не будет скачиваться. В конце вебинара я ссылку дам на электронную почту, если не получилось скачать, то тогда напишите мне по электронке и вышлю, кому она необходима после презентации. Итак, социальные сети. Тема острая, актуальная. Наверняка многие из вас, да не многие наверняка, практически все пользуются социальными сетями так или иначе, либо даже работают в социальных сетях профессионально, ведут группы, страницы, общаются, проводят дистанционное обучение и многое-многое другое. Сегодня постараюсь обобщить всю информацию, актуальную по этой проблеме. Посмотрим, что из этого получится. Надеюсь, что будет интересная информация. Если у вас есть какие-то дополнения, хотите поделиться своим опытом, что-нибудь рассказать о своей работе в социальных сетях, то, пожалуйста, в чате можете оставлять комментарий. Итак, социальные сети. Они существуют совершенно разные, друг на друга не похожие, много раз пытались их классифицировать. Вот самая традиционная классификация. Вообще, если бы мы сейчас говорили о социальных сетях, то первое, что на ум пришло на словосочетание «социальные сети» – это то, что мы пользуемся ежедневно. Фейсбук, Контакт, Наклассники. Вот как-то так. Для нас социальные сети – это прежде всего сети, в которых мы общаемся. На самом деле, социальных сетей, или по-другому их еще называют «социальные медиа», их намного больше. Вот я попыталась на слайде сейчас вынести все самые основные. Это далеко не полный перечень, тут еще двух категорий нет. Но они нам не так интересны. Давайте вот на этих четырех сосредоточимся. Вот, собственно, план нашего вебинара перед нами. Итак, самые распространенные, самые востребованные на сегодняшний день сети – это, конечно, сети для общения. Это Фейсбук, это ВКонтакте, это Одноклассники. Три самые большие крупные сети, которыми пользуются у нас на территории России и русскоязычные, в стиле других государств. Вот эти вот три сети, вот они чаще всего как раз используются в работе и библиотекарями, и педагогами. Сейчас уже иметь страничку в социальных сетях чуть ли не становится обязанностью каждой крупной библиотеки. Да и некрупной тоже. Какие-то представительства в социальных сетях наверняка в одной из этих сетей у вас есть. Далее. Для обмена медиа-контентом существуют сети, но мы их не воспринимаем, может быть, как сети. На самом деле вот они под классификацию очень хорошо подходят. Это Ютуб, конечно, это Инстаграм, это новое молодое детище, ТикТок. Это сети для обмена медиа-контентом, это фотографии и это видеоролики. Вот для этого они, собственно, и существуют. Они точно так же могут считаться плавными социальными сетями, потому что самый главный признак здесь соблюдается – это общение. Это обмен комментариями, общение, то есть все пользователи могут и в Ютубе комментарии написать, и в Инстаграме пообщаться, и в ТикТоке что-то прокомментировать. Далее. Есть социальные медиа, где авторы обмениваются авторским контентом. Текстовым прежде всего. Это социальные сети для авторских записей. Это все платформы для создания блогов, начиная LiveJournal и заканчивая Twitter, блогером и другими платформами. Их очень много. Ну и, наконец, еще одна такая небольшая группа социальных сетей – это так называемые социальные закладки. Это сервисы для курирования контента. Вы собираете разные интересные материалы по ссылкам из интернета и размещаете их на виртуальной доске. Этими материалами можно делиться с другими, можно подписываться на коллекции других пользователей и так далее. Вот обо всем этом я немножко сегодня и рассказывать буду. Ну, давайте по порядку. Для начала. Как использовать социальные сети и какие из этого списка выбрать для себя? Ну, прежде всего, социальные сети могут быть интересны, прежде всего, конечно, как площадка для общения. С учениками, с читателями, с любыми единомышленниками, с коллегами, с друзьями и так далее. Дальше. Площадки… О, у нас уже комментарии появились. Спасибо. Да, действительно, интересная, очень интересная площадка. Далее. Социальные сети – это хороший вариант для профессионального саморазвития. Мы не всегда успеваем получать какие-то актуальные материалы по своей специализации, там, и библиотекарь, и учителя. Да, журналы чаще всего дорогие, либо информация уже успевает устаревать. А вот как раз социальные сети транслируют самую актуальную, самую новую информацию. Главное, ее правильно найти в этих социальных сетях. Но так или иначе, для профессионального роста это хорошая возможность. Дальше. Социальные сети – это, конечно, платформы для проведения разных дистанционных мероприятий. Дистанционное обучение, и конкурсы, и викторины, и разные сетевые проекты. Это все можно делать на площадках виртуальных сетей. Можно размещать свой медиаконтент авторский, и фото, и видео, и тексты. Если у вас есть видеостудия в библиотеке, то вам этот контент просто необходимо размещать на YouTube, допустим. Если у вас интересные фотографии, интерьеры в библиотеке, либо есть что-то сказать, то да, нужно это транслировать, нужно это публиковать, привлекать внимание к этим материалам. Ну и, наконец, библиотеки начали использовать социальные сети еще и как площадки для оказания услуг. Здесь можно и книги теперь продлить, и библиографы справки дают библиографические, видео лекции проводят по запросам читателей. В общем, этот список можно продолжать бесконечно. Если я что-то забыла, можете в комментариях мне об этом написать. А вопрос вот какой. Какую же социальную сеть выбрать? Их очень много. На что ориентироваться? Но самый главный совет, который дают здесь, нужно посмотреть на свою целевую аудиторию. На читателей, на пользователей, на школьников. Какой социальной сетью пользуются они? Мы просто проводили опрос в библиотеке, опрашивали читателей, какая социальная сеть им более интересна, какой они пользуются. Но уже по итогам этого опроса можно уже сориентироваться. Если вы только пока на распутье, то начать стоит с опроса читателей, узнать, какой вариант им ближе. Но чаще всего называют ВКонтакте. Не знаю, как у вас, у нас эта сеть победила в опросе. А вообще большие библиотеки сейчас приходят к тому, что заводят несколько площадок на разных платформах. Например, вот такой набор из трех. Самый распространенный вариант – это Facebook, ВКонтакте и Instagram. Три. Там могут быть варианты плюс-минус. Кто-то еще на YouTube заводит канал, кто-то еще и блог библиотечный заводит. Вариантов возможно. Единственное, что все это, конечно, требует времени, определенных затрат, естественно. Давайте посмотрим, как все это работает. Начнем с социальных сетей для общения. Как я уже сказала, самая большая сеть – это Facebook. Она сейчас лидер мировых соцсетей. Русскоязычная аудитория здесь не такая большая, как, допустим, в других социальных сетях. Но так или иначе, все больше и больше здесь появляется интересных материалов. Facebook лично для меня интересен прежде всего тем, что здесь много профессиональных сообществ, где можно подчеркнуть очень интересную и полезную для себя информацию. И учительских, и библиотечных. Вот тот же самый контакт этим похвастаться не может. К сожалению, там профессиональных сообществ не так много. Если есть, то они не очень интересные. Но мое личное мнение. Можете не соглашаться. Я вам список вот сейчас на слайде представила. Сообществ – это из моей подписки. То, что мне интересно, и то, что я посчитала интересным, и для вас тоже. Вот я эти группы сейчас вывела на слайд. Что здесь интересного? Я здесь и для библиотекарей собрала, и для учителей, потому что я и так, и так работала, и работаю. В общем, какие тут группы можно выделить? Такие большие, интересные. Сеть творческих учителей 2.0 – здесь все, что с учительским трудом связано, последняя информация, и плюс еще технологии веб-2.0. Далее, для тех, кто занимается информационными технологиями, две группы – ИКТ для педагога и ГИК-тичерс. Это тоже все о том же, о ИКТ. Для библиотекарей – хорошая группа Вики Сибириада. Да и не только для библиотекарей, для учителей тоже, может быть, будет полезна. Это группа портала, о которой я на прошлом вебинаре уже немножко говорила. Они занимаются сетевыми проектами, организацией коллективной работы учеников, библиотекарей, учителей. У них своя группа есть. Там вся последняя информация по их активностям. Сейчас у них тоже очередная активность проходит. Так что можно зайти, просто полюбопытствовать. Современная библиотека, естественно, это самая большая библиотечная группа сейчас в Фейсбуке. Ну и еще молодая развивающаяся группа специально для школьных библиотекарей. Школьная библиотека сегодня и завтра. Я тут скромненько о своей группе умолчала. Те, кто читает, знают, что есть у меня группа своя личная. ИКТ-мастерилки для педагогов и библиотекарей. Там материалы я собираю, интересные и полезные ссылки. В том числе и мои есть материалы, и не мои. Все, что связано с информационными технологиями их использования в школе и в библиотеке. В общем, вот небольшой путеводитель. Вы можете самостоятельно в поиске на Фейсбуке найти еще десяток, двадцать, тридцать разнообразных групп, подписаться и иметь в распоряжении новую интересную для вас информацию. Но если мы хотим уже не просто читать, мы хотим создать свое представительство, либо как учительскую группу, либо как библиотечную группу, то вот такая вот инфографика есть о том, как используются социальные сети. К сожалению, Фейсбук стоит на последнем месте. 36% всего здесь пользователей находятся. А вот подавляющее большинство живет в ВКонтакте. Я вам расскажу, как группы создаются в ВКонтакте и в Фейсбуке. К сожалению, с одноклассниками не сложилось. Я просто в этой социальности уже не состою, поэтому не буду говорить о том, чего не знаю. Если у вас есть группа в Одноклассниках, можете поделиться информацией. Ну, давайте с Фейсбука начнем. Какие у него возможности есть? Все пошагово, когда создается группа, все на самом Фейсбуке написано, я просто повторяться не буду. Обращу внимание на возможности этих групп. Здесь три типа групп. Есть общедоступная, есть закрытая, есть секретная группа. Ну, понятно, общедоступная доступна для всех. Закрытая, сюда можно по приглашению попасть, но секретная – это действительно секретная группа, которая и в поиске не видна. Закрытые группы видны в поиске, а вот секретные и в поиске их не найдете. Здесь только по личному приглашению администратора этой группы можно туда попасть. Ну, чаще всего создают общедоступные группы. Вот весь список, который вам вывел, это все общедоступные группы, в которые вы можете добавиться. Ну, давайте смотреть. Там есть две роли – администратор и модератор. Администратор – это полные права, он может делать все, в плане того, что группу удалить, а модератор – он помогает администратору, он может отклонять, утверждать запросы на вступление, публикации, блокировать участников, удалять комментарии и так далее. Типов групп много, здесь всего 16 типов, нужно просто выбрать тот, который подходит. Вы можете добавлять фотографии, видеозаписи, мероприятия в группу. Здесь хорошая удобная статистика, можно узнать количество людей по дням, по месяцам, узнать из каких стран, из каких городов и так далее. Все очень несложно. В общем, это несложный инструмент для настройки. Вот, пожалуйста, я вам изнанку покажу своей группой, КТ-мастерилки. Вот она выглядит для администратора примерно так. То есть вот с левой стороны список всех возможностей, которые здесь есть. Можно добавлять объявления, мероприятия, видеофото, вот о том, о чем я говорила, вот все кнопочки для этого есть. Настраивается очень быстро, буквально группу можно создать минут за 20. Есть на Facebook еще возможность создавать страницы, но страницы обычно создают официальные, от лица какой-то организации. Но если у вас официальное представительство библиотечное, то можно сделать и страницу. Facebook предупреждает, что они отслеживают все страницы, проверяют их на подлинность, и если там что-то не так, то страницу могут удалить. Поэтому если вы что-то неформальное создаете, то лучше, конечно, создать группу. Чем еще Facebook хорош? На Facebook можно выполнять прямые трансляции. Можно со своей веб-камерой вести трансляцию, можно с камеры смартфона. Для этого ничего не нужно, вы можете и со своей странички транслировать, и со странички группы вести трансляцию. Находите кнопку как раз для ведения трансляции, выбираете устройство, с которого вы ведете. Вот у меня веб-камера на слайде. Ну и дальше нажимаете кнопку «В эфир». Читателям группы, подписчикам группы приходит уведомление, что вы находитесь в эфире, и они могут зайти пообщаться с вами в прямом эфире. Все здорово и очень просто здесь работает. Единственное, что эта запись, конечно, сохраняется в ленте, но она будет опускаться вниз. То есть если хотите потом спустя время найти, придется ленту листать вниз и искать эту трансляцию. Может быть, это не очень удобно. Контакт. Вот самый распространенный вариант группы ВКонтакте, библиотечные, наверняка, либо работали, либо читаете. Читателям наверняка какой-то группы состоит. Группа ВКонтакте. Если сравнивать с той же самой группой в Фейсбуке, здесь возможностей достаточно много. Здесь можно, во-первых, выбираем тип группы, можно опять что-то официальное от лица организации, можно просто группу по интересам. Можно себе переслать ссылку на трансляцию мессенджера. Да, ссылку получаете на трансляцию, можете пересылать ее куда угодно, в том числе самому себе можно послать, если хотите. Да, и она по ссылке сохранится. Хороший вариант, если боитесь потерять запись. Итак, группа ВКонтакте. Здесь тоже три типа группы – открытая, закрытая и частная. Все то же самое, открытая для всех, закрытая по запросу у вас сюда пускают, она в поиске видна. Ну и частная, секретная, та же самая, ее в поиске не видно, только по индивидуальным приглашениям. Что еще? Здесь еще можно настраивать стену. Ну, если вы помните, да, ВКонтакте эта лента называется «Стеной». Если в Фейсбуке от лица группы писать нельзя, вы пишете все равно от своего собственного лица, там внизу будет подпись, кто вы – администратор, модератор, то здесь, в группе ВКонтакте, вы можете писать как от своего лица, так и от лица группы. В чем разница? Если вы пишете от своего лица, эту новость могут увидеть только те, кто зайдет к вам в эту группу. А если вы хотите, чтобы она в ленте новостей появилась у всех участников группы, то надо выбирать опцию «Писать от лица группы». Тогда ее увидят все. Такая маленькая деталька. Что еще? Стену можно настроить, где вы публикуете все материалы. Открыто, когда могут писать и администраторы, и все читатели, все-все-все. Ограничено, когда только администраторы и редакторы пишут. Закрыто. То есть администраторы и редакторы пишут, и комментарии запрещены, просто как информация идет. Ну и отключить можно вообще стену, если что-то так случилось. Здесь три уровня руководителя. Здесь есть владелец группы, он самый главный здесь. Он имеет право удалять группу, если захочет, либо переводить ее в другой формат, в формат страницы. Есть еще администратор и редактор. Администратор имеет право удалять участников, блокировать их и так далее. Редактор – это человек, который пишет, размещает посты. Ну вот, пожалуйста, для создания группы вам предложат придумать ей название, выбрать тип, тематику, привязать к какому-то сайту, если хотите указать адрес. В общем, тут все очень просто. Дополнительно вы можете сделать обложку для своей группы, прикрепить какие-то дополнительные приложения к группе. В приложении ВКонтакте много, афиши разные, что у нас тут еще есть, подходящие карты, запись на мероприятия и так далее, если это необходимо. Что еще? У ВКонтакте есть тоже прямые трансляции. Немножко посложнее они будут, чем в Фейсбуке. Я пока не до конца разобралась, как это работает. Для мобильной трансляции специально приложение VK Lite, оно называется. А для трансляции с веб-камеры, как утверждают создатели, не нужно дополнительное оборудование, можно так транслировать. И есть еще и статистика, если это нужно, а это нужно для библиотек точно. Это есть расширенная статистика. Если у вас в группе более 5000, то у вас большая такая статистика, будет развернутая. У кого группа поменьше, и статистика, соответственно, небольшая, но вся основная есть – количество читателей, пользователей, лайков и так далее. Комментарии и все такое. Есть возможность создать страницу. Здесь страница тоже чаще всего создается от лица какой-то официальной организации. Можно туда-сюда перекидывать группу, пересделывать страницу и страницу в группу. Поэтому, если вы пока не определили, что вам точно надо, просто создаете нечто, а потом можно в любой момент перейти на другой формат. Чем отличается страница? Если вы хотите общения, такого неформального, чтобы читатели вам писали, вы им задавали вопрос, то лучше создавать группу. Страница, она бывает только открытая, вы ее закрыть не сможете. Это не очень актуально, допустим, для групп классов. Если вы сообщество для класса хотите создавать, то надо создавать группу именно закрытую, чтобы персональные данные никуда не убежали. А вот если вы от лица библиотеки создаете нечто, то можно и создавать и страницу. Страница – это более информационная такая площадка, больше для информации, нежели для общения. Вот я бы так сказала, в чем разница. Да, согласна, что нужно устанавливать дополнительные инструменты, они подсказывают, что установить, но я попыталась, у меня пока с ВК не заладилось. С Фейсбуком получилась трансляция, с контактом не очень я подружилась, но здесь нужно немножко разбираться, поэтому я и сказала, что контакт будет посложнее для трансляции. Наконец, когда много пишут о социальных сетях, вот даже такой списочек составили. Это не мой список, я взяла уже из различных источников, собрала, вот есть ли у вас группа библиотеки, что там размещать. Вот можете сами себя проверить, если у вас есть группа, посмотреть. Вот это вот, как must-have называется, обязательно информация, которую желательно вы имейте в группе библиотеки. Фотографии, видео какие-то о библиотеке, календарь библиотечных событий. Но я так понимаю, что это не только библиотечных, это может быть календарь каких-то знаменательных дат, обязательно библиотечных. Или афиши мероприятий, вот имеется в виду под этим. Ну, если у вас есть свой сайт или блог, то желательно ссылаться на него, да, контакты и часы работы, ну, это просто обязательно. Хорошо бы путеводитель по библиотеке, допустим, просто хотя бы перечисление залов, иннотации, что можно в каждом зале посмотреть, почитать и так далее. В группах очень часто проводят разные опросы, не обязательно викторины, можно просто относительно услуг библиотеки опрашивать читателей, нравится им, не нравится предложение собирать и так далее. Ну, естественно, информация о новых поступлениях и ссылки на разные электронные ресурсы библиотеки. Вот, это неполный список. Если можете добавить, добавьте. Что еще сюда можно включить? Я пока перевесну слайд. Что для группы класса. Если вы учитель, создаете группу класса, там уже, ну, это уже на ваше усмотрение, там нет такого строгого. Ну, вот тоже 10 вариантов. Фотографии школы класса, естественно, какие-то важные видеоролики, календарь событий, ссылки на сайт школы, объявления, учебные материалы, опять-таки опросы для родителей, детей, в зависимости от того, для кого у вас группа. Какая-то полезная информация, может быть, ссылки на другие группы ВКонтакте, игры, викторины, ну и учебные ресурсы. А дальше уже из этого списка вы можете выбрать что-то конкретное для себя и уже под свои желания эту группу создавать и наполнять ее контентом. Что можно сделать с социальными сетями? Я вам расскажу об одном проекте, который был в 2015 году. Сейчас я вам ссылочку отправлю на этот проект, чтобы вам было поинтереснее. Это аннотация проекта, вы можете просто пробежать глазами, посмотреть, из чего состоял этот проект. Назывался он «Литературный герой в социальных сетях», а точнее это было ВКонтакте. Это я вам ссылку на сам проект дала, там подробное описание его, а это дневник проекта в виде Google-таблицы. Там много полезных и интересных ссылок, поэтому можете заглянуть, посмотреть, они в большей части активные, можно по ним пощелкать. В чем заключалась суть проекта? Нужно было создать страницу в социальных сетях ВКонтакте для литературного персонажа. Ну вот примерчик сейчас на слайде у нас Джон Сливер. Это, кстати, один из победителей этого конкурса был. И вот эту страничку нужно было дополнять информацией. То есть нужно было рассказать об этом герое с помощью разных интернет-сервисов. Создавали говорящие аватарки этого персонажа, «Облако слов», снимали буктрейлер по книге, инфографику рисовали, просто иллюстрации к произведению, викторину, виртуальное путешествие. В общем, было около десятка разных заданий в этом проекте. И все эти материалы, задания размещались, о, спасибо, нам ссылку про кота Матроскина прислали. Если вы участвовали, то можете поделиться впечатлениями, как вам понравилось или нет. Но проект был довольно интересный и необычный. Я знаю, что многие учителя дают со своими заданиями, ну не многие, а некоторые учителя, дают задания школьникам создавать странички литературных персонажей. Идея эта не новая. И эту идею как раз в 2015 году подхватили. Я в этом проекте участвовала, одним из экспертов была. Вот такой интересный проект получился. Жаль, что не получил продолжение, но повторяться уже не стали второй раз. Но тем не менее, как результат, очень эффективно получилось. И дети книги начали читать, и вот такие интересные получились ресурсы. Видео, флэшбуки, в общем, да. Вот у нас еще одна ссылочка есть про флэшбуки тоже. Но про флэшбуки тоже отдельная история. Это создание странички книги, правильно, ничего не путаю. Страница книги создавалась. Мы когда-то давно участвовали, в 2013 году создавали маленький флэшбук ВКонтакте. Там уже информация о книге, цитаты из книги и так далее. Далее, после того, как мы создали сеть, что же с этим совсем делать? Где брать контент, как его создавать? Самым вирусным контентом, вопросом в социальных сетях было признано фотография, изображение. Вы можете сами провести эксперимент один и тот же пост, опубликовать с фотографией, без фотографии, посмотреть, который из них соберет больше лайков и больше будет вызывать интерес у читателей. Конечно, с изображением. Поскольку изображение сразу привлекает внимание, особенно если оно удачно, с юмором подобрано, то вдвойне интерес будет обеспечен. Поэтому в социальных сетях, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники здесь не только о текстах речь, но и прежде всего о визуальной составляющей, о картинках. Покажу вам несколько сервисов, которые… Котики и собачки – это стопроцентный вариант. Котики с Наташей покорили интернет. Сейчас их уже и на библиотечный лад переделали, и на учительский. В общем, да, это беспроигрышная история с котиками и собачками. Но как они создаются, эти котики и собачки? Можно, конечно, в Powerpoint это все делать, рисовать. Почему нет? Тоже как вариант. Есть несколько сервисов. Я вам парочку покажу просто для информации. Может быть, вы чем-то пользуетесь. Первый из них – он самый известный – Canva. О нем говорилось много, и специальный вебинар был на Директ Академии по этому сервису. Кто его Canva, кто Canva называет – по-разному. Мне что-то на первый слог нравится. Сервис для создания различных визуальных элементов. Это, может быть, флайеры, картинки, цитаты, разноформатные, вертикальные, горизонтальные. Здесь еще и презентации есть, инфографика. Все создается на основе шаблонов. В том числе и меню литературное. Вот мы делали в библиотеке литературное кафе. Можно было меню оформить, действительно, как в ресторанах меню. Вот мы так оформляли с названиями литературных произведений. Там «Вино из-за дуванчиков», «Антоновские яблоки». Вот в таком духе. Здесь, в этом сервисе, нам это удалось сделать без каких-то особых затрат. Большая часть шаблонов здесь бесплатная. Есть платные, они помечены значком. Вернее, наоборот, бесплатные помечены. Фри. Все остальное, соответственно, платное. Но вам об этом скажут. Не пугайтесь, если что-то не топом, нажмете. Создаются здесь картинки очень просто. Выбираете шаблон. Допустим, вам нужна картинка, пост. Вам подскажут несколько форматов для социальных сетей, для YouTube-обложка, может быть, еще для Instagram. Выбираете тот формат, который вам нужен, и дальше наполняете содержание. Можно готовый взять шаблон, можно с нуля и самому его раскрасить. Здесь очень красивые шаблоны, необычные. Сейчас вам ссылочку отправлю. Это мои разработки. Когда-то я в этом сервисе делала календарь знаменательных дат и событий. Я несколько этих слайдов собрала в одну презентацию, чтобы полистать можно было. Вот так. Не претендуя на уникальность ни в коем случае, просто как вариант. Там разноплановые были шаблончики. Вот как они получились. Можно загружать свои картинки, добавлять фон, заливать тексты. Единственный недостаток этого сервиса в том, что не все шрифты, к сожалению, поддерживают русский язык. Кириллицу. Хотя они над этим работают. Они русифицировали этот сервис. Он теперь на русском языке. И шрифтов стало больше. Поэтому рекомендую для начала присмотреться к нему. Другой вариант – Крэлла. Крэлла еще интереснее. У него, в принципе, такие же возможности, как и у Канвы. Тоже может и флайеры делать, и различные обложки, и просто посты, картинки веселенькие. Вот вам ссылка на анимированную картинку. Она у меня в аккаунте Фейсбука висит. Поэтому ссылка на мой Фейсбук будет. Я надеюсь, все откроется. Это анимашки. Вот Канва этим похвастаться не может. У него таких анимированных картинок нет. Здесь, конечно, анимация очень простая. Ну, вот совушки качаются на вот такой осинке. И можно свой текст еще добавить. Ну, в общем, тогда посмотрим на слайде. На самом деле должна открыться. У меня открытый аккаунт. Там особо не должно возникнуть проблем. Но смысл на слайде сейчас. Вот такая картинка. Только совы здесь качаются на веточке. И таких анимированных картинок здесь не очень много, но они есть. То есть вы можете вот даже анимацию такую создать. Она сохраняется в формате GIF. Все, что вы создаете, можно скачать к себе на компьютер. Ну, и потом делиться в социальных сетях. У кого-то открылось, у кого-то нет. Может быть, у вас блокиратор стоит на Фейсбук. Не знаю. Ну, в общем, вы можете зайти в Крыл и этот шаблон найти. Он там мимо не пройдете. Здесь, в принципе, все то же самое. Панель инструментов есть. То есть вы можете брать шаблоны, можете свои с чистого листа. Можете выбрать размер шаблона, настройку любых изображений. Да, можно скопировать из браузера, попробовать из чата и вставить в браузер. Может быть, так откроется. Вот такая вот интересная история. Крыла говорит о том, что у них дизайн картинок более разнообразный, чем в Канве. Они говорят, что Канва немножко однообразная, а вот в Крыла сплошной креатив. У вас есть возможность сравнить то и другое. В любом случае, в Крыла очень много интересных шрифтов. И они все практически, ну, до 90% русский язык поддерживают. В этом плюс. Крыла. В общем, это такой молодой, развивающий. Ну, вот, да, это из серии котиков, которые собирают лайки. Можете таких мимишных совет себе запостить. И посмотрите, сколько лайков соберете. Ну, кроме мимишных совет, там еще много чего интересного. Поэтому можете зайти полюбопытствовать. Еще пара сервисов. Вот этот сервис, я вам ссылку на него отправлю, но с ним какие-то странные метаморфозы происходят. Я эту ссылку вчера вообще не могла открыть. Вообще, сервис рабочий, но со ссылкой какая-то проблема. Я вам просто отправлю, я ее вот здесь вот написала на слайде, просто потому, что она не открывается, ее нужно копировать, вставлять. Вот такая история с ней. Это сервис для создания цитат. Ну, во всех группах есть мудрые мысли великих людей. На слайде, на каком-нибудь красивом фоне какая-нибудь умная мысль. Библиотеки тоже делают такое. Для этого специальный сервис придумали. Сервис простой, в нем не надо регистрироваться вообще. Вот такое поле должно открыться. О, открылось, отлично, заработал все-таки, вчера не хотел. Вот вы вписываете в верхнее поле умную мысль, внизу пишите имя автора и нажимаете «Go». Вам предлагают выбрать картинку из того, что есть на сайте, можете свои подгружать, если хотите. Ну и все, вам так вот сделают. В итоге у меня вот так получилось. К сожалению, тут нет форматирования. То есть здесь сервис сам за вас решает, каким шрифтом он все это напишет. И форматирование здесь по центру, как вы видите. Не очень удобно, если вы стихи, допустим, цитируете. Может быть, не очень красиво получится. Но вот как вариант, цитату можно за 2 минуты буквально сделать. Другой вариант посложнее. Я вам сейчас ссылку отправлю. Там тоже не надо регистрироваться. Можете сами сейчас попробовать, сами себе какую-нибудь цитату смастерить в этом сервисе. Пабло, вот он точно должен открыться. Похожий сервис чуть-чуть посложнее. Здесь можно немножко поиграть и с размером шрифта, и с размером публикации выбрать. Картинки здесь очень красивые, хорошего качества. Можно свои загружать. Он немножко по совершению будет. Есть разные шаблоны. Можете свое что-то придумать. Регистрация не нужна. Тоже для цитат. Ну и можно вообще не обязательно цитаты, просто какие-нибудь мысли записывать интересные на красивых подложечках. Вот тоже как вариант визуальной составляющей. Но об этих сервисах их вообще много. Любой фоторедактор вам еще даст кучу возможностей. Давайте к социальным сетям обратно вернемся. Поговорим о другой группе социальных сетей для авторских записей. Это сервисы для платформы для создания блогов и микроблогов. Одно время, когда начали развиваться контакты, одноклассники в Facebook, говорили о том, что вот эти социальные сети умрут. Они никому не интересны, кто будет читать большие длинные тексты, зачем это вообще надо. Есть социальные сети, там все есть. Эти разговоры идут с 2017 года, уже три года прошло. И до сих пор блоги живы-здоровы, и все сервисы эти рабочие до сих пор. Конечно, количество блогов уменьшилось в разы, но я об этом чуть позже поговорю. Самый простой сервис для микроблогов – это Twitter. У него был такой бум, когда он начал только развиваться, открылся, все кинулись щебетать в Twitter. Практически у многих библиотек, да, более того, возразились подкасты. Точно, это точно. Вот вам пример Twitter библиотеки. И на слайде. Вот я вам дала государственную детскую библиотеку, их Twitter, посмотреть, как он выглядит. Вы можете просто в поисковик любого, любой поисковик забить Twitter библиотека, вам выйдет список Twitter очень многих библиотек. Ну вот, я на слайде библиотеку номер 4 нашла в Ульяновске, имени Евтушенко. Что такое Twitter? Это сервис для обмена короткими сообщениями. Изначально он создавался для микроблогинга и ограничивался объемом 140 знаков. Почему именно эта цифра? Потому что смс, набранная английскими буквами, как раз максимально 140 символов вмещает. Вот так и повелось. Сейчас в два раза увеличилось. Сейчас 280 знаков можно вписать в свой пост. Как правило, сейчас это превратились… Twitter превратился в ссылки с какими-то комментариями. Например, на сайты библиотек, на какие-то электронные ресурсы. Что в Twitter добавляют чаще всего? Пишут о мероприятиях в библиотеке с фотографиями, с видеороликами. Какую-то информацию дают реже в виртуальной выставке. Может добавить что еще. В основном, вот я из того, что посмотрела, у нас не было своего аккаунта в Twitter. У нас было немножко другое. А вот если сравнивать Twitter, то в основном это отчеты о мероприятиях в библиотеке, афиши мероприятий, виртуальные выставки. Иногда новые поступления библиотечные. Ну, вот самая такая востребованная информация. Учительских аккаунтов в Twitter не очень много. Я вот так вот не нашла, чтобы вам продемонстрировать. В основном Twitter занимались библиотекари. Сейчас до сих пор эта сеть работает, до сих пор жива. Здесь можно подписываться на каких-то людей, которые вам интересно комментировать, что еще делать перепосты. Они называются ретвиты. Раньше можно было только текст добавлять. Сейчас можно добавить четыре фотографии, гиф-картинку или видеофайл с YouTube, например. Единственное, что здесь, что называется, что написано пером, то не вырубишь топором. В Twitter нельзя редактировать пост. То есть как только ты его опубликовал, его уже не отредактируешь. Только если удалять. Удалять можно. В общем, сеть достаточно так хорошо развивалась до сих пор. Но вот сейчас Пальма первенства отдала. Отдала на его Инстаграм. Вот об Инстаграме чуть попозже тоже скажу несколько слов. Это был микроблогинг. Теперь к макроблогингу. Если вы чувствуете в себе какие-то позывы к писательству, к журналистике, вот меня лично 280 символов ограничивают. Я такой писучий писатель, которому хочется побольше написать. Поэтому мы в библиотеке решили вести библиотечный блог. Платформы для макроблогинга достаточно много. Самое известное – это «Живой журнал». И он жив до сих пор. Это вот самое первое. Еще до того, как были ВКонтакте и все остальное, существовал «Живой журнал». И он работает и до сих пор благополучно существует. Первый блог такой пробный я завела именно в «Живом журнале». Правда, испугалась, как все там было сложно. Сейчас «Живой журнал» – это максимально простая площадка. Вы просто регистрируетесь, выбираете шаблон, несколько шаблонов, несколько макетов, выбираете то, что вам нравится, и дальше пишите посты. Эти сообщения называются постами. В красной рамочке я выделила инструменты. Что можно добавить в пост, кроме текста? Картинки, видео с YouTube, с Instagram, фотографии, какие-то встраиваемые объекты. В общем, набор инструментов достаточно здесь большой. И вот я вам ссылку на «Живой журнал» библиотечный дала. Здесь много на самом деле различных блогов библиотечных. Правда, «Живой журнал» свою, по-моему, первенству вступил. Вот этому блогеру. Блогер – это платформа от Google. Это их детище, поэтому регистрация по аккаунту Google здесь. В чем хорош этот сервис? Когда сравнивали его с LiveJournal, сейчас LiveJournal такой простой, до этого был намного более навороченный, сложный интерфейс, было сложно в нем разобраться. Поэтому, когда я сравнивала его тогда с блогером, блогер выигрывал в простоте и в возможностях. У него очень много шаблонов, намного больше, чем у того же самого «Живого журнала». Сейчас развиваются новые темы, появлялись не просто стандартная вот эта вот лента, а есть там в виде плиток, в виде динамического просмотра, в общем, много разных шаблонов. Чтобы создать здесь блог, буквально вам понадобится полчаса, но зато потом вы будете его бесконечно много настраивать. Можно выбрать шрифт, размер, цветовую схему. То есть здесь настраивается буквально каждая буквка вашего блога, размеры, поля, разные добавочные элементы и так далее. На полях вы можете к блогу представить много интересных виджетов. Например, статистику читателей, статистику посещений, какие-то интересные ссылки, картиночки красивые по теме вашего блога. В общем, все, что хотите, ссылки на ваши социальные сети ВКонтакте, Фейсбуке. Ну, вот я вам ссылку дала на свой блог, немножко похвасталась. А вообще полный список блогов, которые мне нравятся, библиотечные в основном, но там есть несколько и педагогических. Вот как раз документ в ресурсах, называется «Библиотечные блоги». На прошлом вебинаре меня спрашивали, было много вопросов по почте. Я решила для всех их представить. Если вам интересно, можете скачать документ, попутешествовать по блогам, посмотреть, может какая-то идея вам понравится, натолкнет на мысли. Вот изнанка этого блога. Кто не видел, вот изнутри выглядит так. Это я такой случайный пост открыла, посмотреть, что там внутри. Вот инструменты, они здесь очень простые. Форматирование текста, добавление ссылок, картинок, видео. Можно прямо с компьютера загружать, можно из Ютуба. Из Ютуба лучше качество получается. Ну, цитаты, можно добавлять списки. В общем, любой встраиваемый объект по коду. Можно по коду встраивать и ленты времени, и разные другие ваши изобретения. В общем, очень хороший сервис. Здесь можно публиковать сразу, можно в черновиках оставить недописанное, все сохранится, либо можно запланировать публикацию. Я вот сейчас работаю по запланированным. Раз в неделю в блоге выходит пост, у меня публикации вот так пишутся и планируются. Интересный инструмент, советую, необычно. Говорили о блогах, что они умрут. К 2020 году, их раньше было около сотни русскоязычных только, даже больше, наверное, проводили перепись библиотечных блогов, расцвет пришелся на 15-17 годы. А вот после этого, когда появились Facebook, ВКонтакты, все остальное, стало развиваться интенсивно, Instagram, начали говорить, что блоги умрут. Ну, нет. Просто уменьшилось их количество, а вот до сих пор многие библиотечные блоги, да. Вот в живом журнале не знаю, можно ли там сейчас планировать и откладывать. Раньше было нельзя. Надо просто посмотреть их справку. Вот я задамся этим вопросом, попробую узнать. Давайте дальше двигаться. Микроблогинг. Если вы не хотите заморачиваться с оформлением блога, там шрифт, размер устанавливать, ну, просто нет на это времени, или вы вообще не планируете его постоянно вести. Ну, бывает такая возможность, хочется что-то опубликовать, но не часто и не постоянно. Для этого есть другие платформы, например, Medium. Это микроблогинг. Здесь не нужно как таковой блог вообще заводить. Нужно зарегистрироваться просто, а дальше вы просто создаете записи. И блог как бы сам собой создается. От вас ничего не требуется. Просто публикуйте записи, и они будут у вас автоматически добавляться в ваш аккаунт, как блог. Вы можете ходить по другим блогам, читать, подписываться на кого-то. Все точно так же, как в социальных сетях. Вот такое вот поле для работы здесь. Просто заголовок, просто название. Белый лист вам дается, вы на нем пишете. Вставлять можно фотографии, видео, все страиваемые объекты, какие захотите, и в том числе делить на разделы, если у вас большая публикация. В общем, функционал такой же, как в блогере. Если сравнивать, просто вы здесь не тратите время на настройку, на всякие красивости. У вас будет просто белый лист, на котором будет текст и картинки, и с видео чередоваться, и так далее. Если вам такой вариант нравится, то делать все здесь очень просто. К тому же здесь есть еще возможности для так называемой коллективной работы. Вообще в блогере тоже они есть. Вы можете соавторов добавить и вдвоем, втроем ввести блог. Количество авторов не ограничено. В медиуме тоже есть такая возможность. Вы можете пригласить соавторов, но здесь немножко иначе все. Они не могут редактировать сам ваш пост. Они могут оставлять комментарии по ходу, и вы их увидите. Если им что-то не понравилось, они хотят вас дополнить, добавить, они пишут вам комментарии, если вы их пригласили как соавторов. Для этого есть кнопочка, называется Private Notes. Они вам пишут комментарии, и вы в соответствии с ними редактируете свой текст. После того, как вы его опубликовали, то все уже, возможность комментирования пропадает. Зато сами читатели могут комментировать. Вы в этом посте можете выделить буквально любое слово и его прокомментировать. Совсем не обязательно быть для этого зарегистрированным. Ну и еще один вариант, который сейчас развивается – Яндекс.Дзен. Наверняка о нем слышали. Это новая платформа, я от Яндекса, которая позволяет создавать тоже микроблоги. Они очень похожи на медиум, практически одно лицо. Здесь еще меньше кнопочек стало. Здесь можно всего две кнопочки. Название, текст и две кнопки для добавления разного контента. Это картинок, видео, любых встраиваемых, картинок и видео в основном. Встраиваемые объекты я что-то не встречала. Но у меня здесь блога нет, я просто попробовала, побаловалась. Не знаю. Встраиваемые объекты, по-моему, здесь пока нет такой возможности. Но тоже белый лист, на котором вы размещаете свой материал. Как в медиуме тоже не надо ничего настраивать. За вас все сделают. Вы можете только обложку добавить для своего блога. Пост создается буквально в несколько минут. Все очень просто, есть подробная инструкция. И вам нужно для регистрации иметь аккаунт Яндекса. Яндекс.Почта. Еще у Яндекс предлагает вот такую альтернативу, которая называется Stories. Ну, в Инстаграме это называется Stories, а у Яндекс.Дзена это называется Нарратив. Это так называемые вот эти комиксы, картинки с текстом, которые адаптированы под мобильные устройства. Поэтому они вот такие вертикальные. Создавать можно и на компьютере, и с мобильника, но просматривать лучше на мобильнике, потому что это вертикальные. Это вот такая штука, которая перелистывается как слайды презентации, только вертикальные. Вы можете добавить туда текст небольшой и картинки, фотокомиксы. Получается 12 слайдов можно создать, вот такой маленький Stories из 12 слайдов. Какую-то простую информацию, фотоальбом, может быть, выставка новых поступлений. Некоторые даже умудряются к ЕГЭ так готовить, вот посредством таких сторисов. Стихи можно, да, отличная штука, такой фотоальбом со стихами. В общем, вот Яндекс.Дзен пытается привлечь пользователей, в том числе вот такой интересной штукой. Можно попробовать посмотреть, может, какие-то идеи. Да, они хранятся навсегда. В Инстаграме, насколько я знаю, такие сторисы исчезают. В Яндекс.Дзене они хранятся, пока вы их не удалите. Вот в этом их отличие. Так что можно ими делиться. Я думаю, вставлять на сайты и блоги тоже можно. Вот так никуда они не денутся. В этих сервисах, которых я назвала для блогинга, здесь уже упор делается, конечно, на тексты. Картинки тоже хорошая штука, но здесь еще внимание на тексты. Почему очень многие блоги исчезли? Потому что это все-таки трудозастрянка. Писать хороший текст, вот именно не копипаст, а именно оригинальный текст, это все-таки довольно трудоемкое занятие. А если вы поставили себе планку выдавать по одному, по два поста в неделю, это требует времени. Ссылку на скачивание этой презентации, ну не ссылка, ее сейчас можно скачать в папке ресурса. Пока ссылки у меня нет, я ее пока еще нигде не опубликовала, вы первые читатели. Чуть позже опубликую в интернете, ссылку могу вам прислать, если вы мне об этом напишете. Тексты. Есть какие-то определенные требования, я сейчас не буду особо на этом распространяться. Вот таких 5 китов, на которых строится блогинг. Заголовок, лид, макет, объем и грамотность. Заголовок. Считается, что из 10 читателей 8 начнут читать статью, только если их заинтересует заголовок. Можете проверить, правда это статистика или нет. Но так или иначе, заголовок должен цеплять, привлекать внимание. Заголовки, по которым щелкают, называются клик-бэй, вот как-то так. То есть заголовок должен привлекать внимание. Он должен быть максимально конкретным, с одной стороны, чтобы сразу было понятно, о чем статья, а с другой стороны максимально привлекательным. Что такое лид? Лид – это больше для макроблогов библиотечных, ну и читательских тоже. То есть это абзац первый, который привлекает внимание. И читатель получает минимум информации, но сразу смекает, нужно ли ему читать дальше или нет. То есть заголовок его цепляет, он нажимает на эту ссылку, открывает пост. По лиду, вступительному абзацу, лид от английского «вести». Поэтому такое название ведет за собой. По первому абзацу он понимает, нужна ему статья эта или нет. Ну, можете на себе проверить, действительно ли этот закон работает. Дальше, чтобы было интересно… Да, мини-аннотация, по сути. Макет. То есть должно быть интересно читать и удобно читать, скажем так. Поэтому, если вы заметили, в блогах очень много абзацев. Это членит текст на маленькие такие кусочки. Я за собой заметила, что когда я пишу обычный текст, то абзацы у меня больше по объему. А вот в блогах приходится их делать маленькими, чтобы глазки уставали, и чтобы читатель… Ну, не просто простыня текста перед читателем была, а более дробная информация, так ее удобно воспринимать. Уже доказано, что мы не читаем, мы сканируем текст. И вот эти абзацы помогают нам с этим лучше справиться. Большая простыня без абзацев отпугнет сразу. Читать никто не будет, даже если там, ну, очень полезная информация. Объем. Все задаются вопросом, а сколько писать знаков, а сколько… Да там нет никаких особых законов, мне кажется. Я читала разные статьи на эту тему. Кто-то говорит, что лучше 700 знаков и больше. Кто-то говорит, да сколько напишете, столько и напишете. Но единственное, что вот откуда эта цифра 700 взяла, считается, что поисковые системы ваш пост найдут быстрее, если у вас объем будет где-то примерно 700 знаков. Вот почему-то на эту цифру ориентируются, не знаю, почему так, но вот информация есть такая. Действительно, быстрее найдется пост в блоге, чем, допустим, в Фейсбуке. В поиске, я имею в виду, через поисковик. Особенно, если пост очень небольшой, то вот хорошая полезная информация в поисковике, в блоге находится быстрее. Ну и, наконец, грамотность. Тоже много копий насчет этого сломано. Нужно ли стремиться к грамотности, нужно ли тексты вымерять, вычленять. Ну, не все филологи, не всем это интересно. Но так или иначе, в общих чертах текст, конечно, желательно, чтобы был грамотный, это по умолчанию. Вот на этом слайде я вам собрала разные интересные инструменты для проверки орфографии, пунктуации. Вот если вы начинаете писать тексты и видите, что как-то не очень хорошо получается, вот есть несколько вариантов, как можно свой текст редактировать. Ну, орфограммка понятна, орфографию проверяю. Стоп-слов нет, помогает вычленить лишние слова в вашем тексте. Типограф позволяет более красиво расположить текст. Readability помогает читать, оценивает ваш текст с точки зрения читабельности. Вообще понятен ваш текст или нет, и оценивает от 0 до 8, по-моему, баллов в читабельность и сложность вашего текста. Орфус – это вообще система, которая ставится в сайт или в блог и помогает вместе с читателями искать ошибки. Может быть, вы видели на некоторых сайтах, есть информация, выделите место, где вы нашли ошибку, нажмите кнопочку. Да, это вот она, Орфус. Читатели могут найти у вас ошибку и отправить вам ее, а вы ее уже потом устраните. Ссылки все активны, можно попользоваться. Особо выделяется вот этот инструмент главред. Может быть, слышали о нем, это инструмент для улучшения текстов, так называемого информационного стиля. Это касается всех сообщений в социальных сетях, информации о мероприятиях. Мы их пишем очень часто, вот эти посты разные информационные, вот главред помогает их совершенствовать. Вы просто текст вносите в окошечко, и он вам красным подчеркивает, что у вас в тексте не так. Орфографию, пунктуацию и речевые ошибки, и проблемы с грамматикой. Если вы щелкнете по этим красным пометкам, вам подскажут, что не так, какое правило вы нарушили. Ну, ваше право соглашаться с этим или нет. Главред много критикуют, говорят о том, что он превращает художественный текст и не пойми что. Но как раз художественный текст лучше здесь не проверять. Это как раз для публицистики, для информационных каких-то материалов. Он вас еще и оценит по шкале до 10 баллов. То есть от 8 баллов это уже хорошая оценка. То есть у вас текст 8 и плюс, то это вообще отличный текст. Можете попробовать любой свой текст взять и поместить в главред и проверить свое мастерство. В общем, здесь можно спорить с создателями этого сайта, но инструменты интересные. Социальные сети для обмена медиа-контентом. О ютубе я уже разговаривала на прошлом вебинаре, и рассказывала о том, что это за инструмент. Автор особо... Да, я вот как раз сказала, что это не для художественных текстов, а для информационных, да. Но мы же пишем с вами не художественные, а информационные. Поэтому как раз для нас получать. Ютуб. Самый распространенный сейчас холдинг по обмену видеоматериалами. Ну, вот я вам изнанку своего канала показала. Не буду ссылку давать, потому что канал у меня не особо развивается. Я все силы на блог отправила сейчас. Канал у меня так, более вспомогательный инструмент. Но так или иначе, у многих библиотек есть свои собственные каналы. Они их ведут, они выступают, что-то рассказывают и так далее. Вы можете сюда загружать любые видеоролики, которые создаете сами, на которые у вас есть авторские права. Здесь можно искать видео по поисковой строке, можно ввести трансляцию. Видеоролики вы можете организовать в плейлисты, чтобы их было можно... Чтобы, да, можно отложить публикацию, можно провести премьеру видео, если у вас какое-то очень интересное видео. И хотите, чтобы все подписчики об этом узнали. Вы можете подписываться на любые каналы, которые вам нравятся. Вам будут приходить уведомления на почту о новых видеороликах. В плейлисты вы можете загружать свои видео и добавлять туда все видео, которые вам понравились. Это отлично. Ну, выставка фиалок – это уже мое личное. Ну, можете зайти посмотреть. На YouTube тоже бывают три вида контента. Есть контент с открытым доступом. По умолчанию именно такой предлагает чаще всего. Но сейчас можно выбрать. Доступ по ссылке – это если вы хотите только для своих читателей, для своего круга. Ограниченный доступ – это только ваше видео, которое вы будете просматривать сами для себя. И можете каким-то отдельным личностям по электронной почте разослать ссылку. А так все устанавливаем настройки, загружаем видео. Здесь все очень просто. Привязан аккаунт к Google. Опять это связано все с Google. Google аккаунт есть. Вы можете YouTube создать в несколько кликов. Здесь есть онлайн-трансляции. Они достаточно простые. Плюс, если сравнивать с Facebook, если на Facebook они убегают вниз, то здесь онлайн-трансляции сохраняются в вашем канале. И вы можете его в плейлисты добавлять, отдельный плейлист создать и публиковать себе свои онлайн-трансляции. Можно так сделать. Это будет удобно. Потом можно к ним возвращаться. Можно с веб-камеры, можно с мобильного телефона вести. Ну, вот я говорила о том, что на видео, хотя YouTube называют всеобщей помойкой, грубо говоря, на самом деле на YouTube очень много полезных материалов. Здесь очень много учебных видеороликов. Вам даже не обязательно создавать что-то свое. Да, сейчас про авторские права скажу. Там много есть учебных разных материалов. Вот здесь много активных ссылок. Я вам дала на разные учебные каналы. Там огромное количество материалов по всем отраслям науки и техники. Особо я выделила портал «Учебное видео» для учителей, наверное, Клондайк, всяких полезных материалов. Не нужно, может быть, изобретать велосипед и создавать что-то свое на коленке. Если есть уже готовые, профессионально выполненные учебные видео, их можно рекомендовать своим ученикам. Добавлять к себе в плейлист, ну, а дальше рассылать, рекомендовать и так далее. Сложно там с авторскими правами. Да, это правда. Снимают звуковые дорожки за то, что вы используете не ту музыку. Да. Поэтому на Ютубе есть своя фонотека. Вы можете набрать просто в поисковике «Фонотека Ютуба», она вам найдется. Вот из этой фонотеки вы можете брать любую музыку для озвучания для своего. Ее точно сам себя Ютуб не заблокирует. А так, да, любой какой-то маленький фрагментик, там даже несколько секунд, у вас могут… Ну, сейчас они не блокируют, сейчас они просто удаляют звуковую дорожку. Сейчас вот меня ни разу не заблокировали, а звуковые дорожки снимали, это правда. Чем интересен для библиотекарей Ютуб? То, что здесь есть каналы библиотечные, даже не библиотечные, не обязательно это в библиотекаре будут, это просто любители книг, так называемый «буктьюбинг», когда человек садится перед камерой и рассказывает о книге. Это носит название «буктьюбинг». Можно попробовать себя в этом жанре, это интересно. Я вам ссылку вот эту вот к «буктьюбинг» дала, можно по ней пройти и посмотреть. Да, или просто не разрешают монетизировать видео. Да, и так тоже бывает. Литературные чтения вы можете записывать и как видео, и как аудио, сохранить это в формате видеоролика и тоже грузить на Ютуб. Ну, и такие же найти видеоролики здесь же. Здесь много драматизаций можно найти. Если у вас театральная студия есть в школе или в библиотеке, можно это снимать и тоже транслировать в формате видео. Посмотреть еще и другие. Ну, и плюс еще здесь не хватает буктрейлеров. Вот это вот самое распространенное библиотечное видео, которое здесь встречается огромное количество. Набирайте в поисковике «буктрейлер». Любое практически произведение известно, естественно. Вам тут же подкинут несколько ссылок. Поэтому вы можете как и свое создавать, так и смотреть, что уже создано здесь. Я обещала вам несколько слов про Инстаграм рассказать. Инстаграм сейчас такая сеть очень интенсивная. Когда я пошла работать в школу в пятый класс, первый вопрос, который мне задали дети – «А есть ли у вас аккаунт в Инстаграм?» А в ТикТоке? Ну, у меня к тому времени было ни того, ни другого. Я немножко упала в их глазах, я думаю. Но вот на самом деле, да, Инстаграм и ТикТок сейчас эти две сети просто, что называется, рулят. Вот школьники, средних классов, про старшекладников сказать не могу, а вот среднее звено – две сети. Ну, кроме «Контакта», они еще любят Инстаграм и ТикТок. Инстаграм – это вообще бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. Здесь можно ввести свой аккаунт, а можно завести от лица библиотеки. Вот, например, это Инстаграмы зарубежных библиотек, они наиболее интенсивно их используют. У нас только-только, наверное, библиотеки начали заявлять о себе, публикуют в основном фотографии с мероприятий, видеозаписи, небольшие видеоролики, выставки новых поступлений, виртуальные выставки. Да, вот, это точно, что это на каждом углу можно увидеть про ТикТок. Ну, вот, например, какие идеи здесь могут быть интересные, необычные, мне показалось. Например, Нью-Йоркская публичная библиотека, кроме традиционных каких-то фотографий с мероприятий, они распределили по дням недели. То есть в понедельник они публикуют карточки с интересными запросами своих читателей. Что называется лукавые запросы, наверняка они в любой библиотеке есть. Их можно красиво оформлять в карточки, по понедельникам выкладывать, например. По вторникам они публикуют цитаты великих людей. По средам они публикуют фотографии людей с обложками. Вот эта вот картинка, которая левая, где обложка продолжением человеческого тела стала. Вот это вот, по-моему, слово пока не придумали для вот такой фотографии. Но их много, в библиотеках часто так фотографируются. В общем, каждый день недели какая-то новая такая, новая фишечка. Другие библиотеки, например, библиотеки-музеи, выкладывают свои интересные экспонаты. Фотографируют и выкладывают. Кто-то придумает корпоративных героев. Вот такой вот мальчик в очечках, похожий на Гарри Поттера. Это корпоративный герой библиотеки Мельбурна, Австралия. Вот на каждой картинке он где-то в уголочке, где-то присутствует. Приветствует читателей, беседует там с ними и так далее. Может быть, какая-то идея вам понравится. Я вам ссылочку сейчас на Инстаграм дам. Это вот библиотека, Астраханская библиотека имени Шаховского. Вот они очень интенсивно работают в социальных сетях. У них аккаунты есть практически во всех социальных сетях. Можете заглянуть к ним в Инстаграм посмотреть. О, у вас два медведя. Тоже неплохо, хорошая история. В Инстаграме есть и учителя. Их много. Вот ссылка есть на 10 лучших аккаунтов учителей. Там все, что угодно можно найти по всем предметам. Они не только о себе пишут, они пишут о буднях учительских, а еще они их готовят к ЕГЭ. Как ни странно, в Инстаграме можно готовить к экзаменам, проводить микроуроки, какие-то интересности там учебные придумывать. В общем, Инстаграм тоже развивается. Тикток. Ой, это сеть 2016 года рождения. Совсем недавняя. И вот она сейчас заполонила все. Эти видеоролики снимаются на каждом углу. У меня на переменах в школе дети их снимают и публикуют. Это сервис для того, чтобы делиться маленькими видеороликами. 60 секунд длительность видеоролика. За эти 60 секунд можно успеть там спеть, танцевать, еще что-то сделать. 800 миллионов активных пользователей на сегодняшний момент. В общем, 40%, больше 40%, около половины – это дети, юношества, подростки до 24 лет. Со вся активная детско-юношеская аудитория, она сейчас находится в ТикТоке. Поэтому многие библиотеки, ну, немногие, некоторые библиотеки пытаются заявить о себе в ТикТоке и учителей. Учителя первые туда пошли. Ну, вот, например, я нашла такой ТикТок «Подготовка к ЕГЭ» в формате ТикТока. Микрообучение. За 60 секунд рассказать о правилах русского языка. Мне показалось это необычным. Это может быть спорно, может быть как-то вызывающе. Кому кто-то скажет, что это все ерунда. Но на самом деле это интересно. Это как формат. И самое интересное, что ТикТок изначально был какой-то развлекательной сетью. Сейчас здесь уклон пошел в сторону образовательных видео. Их становится все больше и больше. В 2019 году ТикТок сказал, что они будут развивать образовательные видео, добавлять образовательные видео. Есть хэштег «ТикТок универ». Поэтому хэштегу можно найти как раз образовательные видеоролики здесь. Их немного пока, но они появляются. И вы можете сами попробовать что-нибудь такое снять интересное. Правда, пока материалов для примера не так много, но так или иначе можно попробовать сюда заявиться. Пока я библиотечных аккаунтов ТикТока не увидела, за исключением вот одного. Нашла в библиотеке Волгодонска. Вышли в сеть. Сейчас я вам огромную ссылку пришлю. Почему-то она какая-то очень огромная получилась. Вот я нашла единственный. Посмотрите, как это выглядит. Можно без регистрации просто заглянуть, полистать. У них пока немного видео. Но лайки есть, подписчики. В общем, вот такой вот необычный новый формат. Видеоролики снимаются с мобильного. Это сервис для мобильных устройств. Поэтому видеоролики здесь вертикальные. В отличие от того же YouTube, он более традиционный. Здесь все на смартфонах. Поэтому все вертикальное, со смайликами, со звездочками. В ТикТоках очень много челленджов, всяких вот этих тематических заданий. Например, в карантине предлагали хэштег «Шеф-питомец» снять видео, как ваш домашний питомец помогает вам готовить еду. Ну, в общем, тут самые фантастические задания. Вы можете тоже что-нибудь библиотечное придумать. Здесь фантазия тут вообще неограничена никак. Пара сервисов, которые помогают создавать видео для YouTube и для других вот этих вот видеоинструментов. Буквально я их назову. Про них я отдельно в вебинарах рассказывала. Lumen5 – это сервис, позволяющий создавать видеоролики в традиционном формате для YouTube и в квадратном формате для Facebook. Интересный сервис. Я бы не стала о нем говорить, если бы в нем не была такая интересная штучка. Этот сервис позволяет превратить любую вашу публикацию в сети в видео. Вам достаточно дать ссылку на свою публикацию какую-нибудь, например, в блоге, и вам видеоролик создаст видео. Он вытащит из вашего поста картинки, ключевые слова и выражения, и на основе этого создаст вам видеоролик. Сейчас я вам отправлю ссылку, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. У меня была статья про веб-квесты. На основе этих веб-квестов он мне сделал вот такое видео. Как аннотация, как рекламка такая, почитайте нашу статью. Вот можно видеоаннотации к своим постам делать. Вы можете просто любой текст вставить внутрь сервиса, и он вам тоже сделает видео. Делается буквально все это просто. Вы можете скачать к себе на компьютер. Не только делиться где-то, а можно и на компьютер. Ну и традиционное на основе фотографии можно сделать тоже видео. Сервис ориентирован как раз на социальные сети, поэтому о нем я и рассказываю. Ну вот пример. Я просто какой-то пост свой взяла из блога, и вот он мне тут же предложил вот такое видео. Можно подкорректировать его, там текст немножечко, добавить слайдов. Если что-то не нравится, что-то удалить. Это все возможно. Ну а вот это второй вариант, когда я просто взяла стихотворение Пушкина. Я помню «Чудное мгновение». Сервис свои собственные картинки к нему подставил, ключевые слова выбрал. Но он очень необычно это сделал. Вот такие картинки он выбрал с морем почему-то, не знаю почему. Но вот про прекрасное видение, про небесные черты вот так получилось. Тоже интересный вариант «Угадай стихотворение». Традиционный формат с фотографиями здесь тоже работает. Вы можете фотографии с мероприятий, обложки книг добавлять, и видео форматируется. Вот такой вариант. Можно свои картинки, можно и фотографии сервиса, там книжки, вот эти вот. Все это нашлось в самом сервисе, здесь большая библиотека. И второй сервис, о котором хотела упомянуть – Adobe Spark. Это сервис тоже для создания контента для социальных сетей. Вот посмотрите, он инстаграмные обложки делает, фейсбука, фотоколлажи, презентации. Вот я выбрала слайд-шоу, сейчас ссылку я вам отправлю. Оно делается очень просто. Добавляйте фотографии, сверху пишите текст. Все. После этого у вас все это сконвертируется. Вы тоже можете скачать к себе на компьютер. Плюс здесь еще значок микрофончика есть, можно сверху еще озвучить голосом. Видео получаются очень простые и очень необычные. Там текст необычно выезжает, анимация. Тоже они адаптированы все под социальные сети. Вы можете и на YouTube загрузить, и в другие какие-то социальные сети все это будет работать. Всего две кнопочки видеофото, много шаблонов для оформления, но сервис к минимализму стремится. Ну и последние социальные закладки, о которых я в самом начале упоминала. Сервисы для того, чтобы собирать интересные ссылки, материалы полезные, делать на основе них коллекции. Самый известный сервис здесь Pinterest. Почему это социальная сеть? Потому что этими коллекциями можно делиться, можно комментировать, можно подписываться на другие коллекции и так далее. Два сервиса. Англоязычный Pinterest, он самый распространенный. И его русскоязычный коллега PinMe. И тот, и другой работают одинаково. Вы находите интересную ссылку, добавляете ее на свою коллекцию, в свою коллекцию. Она у вас сохраняется в виде вот такого значка картинки. Ну и вот эту коллекцию вы можете собирать. Я первую ссылку отправила на свою коллекцию. Вернее, еще сейчас на вторую отправлю. Это в Pinterest у меня. Правда, я его немножко сейчас забросила. И PinMe. Он на русском языке, он будет попроще в этом смысле. Тоже можно точно так же собирать коллекции. Кнопки вообще похожи. Так что не заблудитесь. Ну и вот этот вот сервис, он для меня стал открытием PerlTrees. Тоже сервис для создания социальных закладок. Но он необычный. Кроме того, что можно сюда добавлять ссылки на разные интересные материалы, точно так же делиться. Вы можете добавить сюда вообще любые материалы. Можете свои текстовые заметки добавлять. Можете с компьютера что-то загрузить, картинку, либо видео. И все это у вас на доске сохранится. Там есть какие-то ограничения по весу. Но так или иначе вы можете вот в таких вот, это по сути уже виртуальная доска стала, не просто коллекция. Вы можете подключать сюда соавторов и какие-то совместные проекты делать. Вот много совместных проектов как раз педагогических здесь. Да, становится похоже на падли. Да, вот здесь уже не только коллекция, но уже по сути виртуальная доска стала. Такая два в одном. Тоже интересно, я его только-только осваиваю, мне он понравился. Поэтому решила включить его в сегодняшний вебинар. Вот, пожалуй, и все на сегодня, что я хотела рассказать. Надеюсь, информация будет вам полезна. Если презентация не скачалась или вы хотите еще получить какой-то материал, вот мои контакты, блог, группа, пишите. Я вкладку «Вопросы» пока открою с вашего позволения. Есть ли опыт использования автоматизированной рассылки в личные сообщения подписчикам? Пока у меня такого опыта нет. Дело в том, что в библиотеке я не работаю, поэтому информации такой нет. Но я попробую что-нибудь узнать. Платные услуги в библиотеке пока вроде как не оказывают через социальные сети, насколько я знаю. Бесплатно – да, работают, платные – нет. Ну, в общем, я ваш запрос поняла. Я постараюсь какую-то информацию найти. Если что-то найду, вы можете мне просто маякнуть в электронную почту свою, прислать свои контакты. А я, если что-то найду, я вам вышлю информацию на эту тему. Ну, если вопросов больше нет, то спасибо вам большое за внимание. Последний вебинар в этом году у меня будет 22-го, буквально через 3 дня, 4. Вот. Так что приходите, будем говорить про виртуальные музеи. Ну, и так, это громко сказано, скорее про музейные экспозиции. Вот так, пожалуй. Ну, тогда на сегодня я все. Спасибо большое за внимание. Спасибо.